Пресс-конференция, посвященная благотворительному проекту «Консервфанд», состоялась в Москве 29 ноября. Команда «Консервфанд» во главе с хирургом-онкологом Андреем Павленко, президентом и соучредителем Фонда целевого капитала Павленко при поддержке авторитетного медицинского сообщества, представила важные инициативы по развитию онкологической помощи в России. Идея на самом деле Фонда возникла в тот момент, когда я подумал о том, что необходим механизм для финансирования и решения тех проблем, которые мы озвучивали в разговорах со своими коллегами, потому что неоднократно на многих конференциях в колуарах, скажем так, мы все прекрасно понимали, что у нас существует очень много проблем в онкологической сфере, и эти проблемы, к сожалению, не всегда удается эффективно решать из-за отсутствия должного финансирования, может быть, отсутствия где-то внимания, учитывая, что моя болезнь, она дала мне возможность, скажем так, говорить об этом громко, и тот проект, который, медийный проект я делал и делаю для пациентов, позволил мне выйти немножечко выше, чтобы меня услышали. Таким образом и родилась идея о том, что программа обучения, которую мы планируем сейчас реализовать, будет финансироваться из этого фонда. Программа проведения клинических исследований в онкологии также мы планируем проводить финансирование из этого фонда. Программа скрининга, программа онкологических регистров – это все те проблемы, которые в настоящее время стоят перед онкологами, мы попытаемся решить именно с помощью этого фонда. Ведь ни для кого не секрет, что именно мнение профессионального сообщества очень часто является решающим. И, по большому счету, без профессионального мнения, хорошо взвешенного, компетентного, мы не способны решить это. И Минздрав часто буксует из-за одной простой причины – они не всегда выслушивают мнение экспертов. Да, они делают все по-своему, а потом слушают критику. Мы попытаемся снизу использовать наши возможности для того, чтобы влиять на эти проблемы. Фонд целевого капитала Андрея Павленко работает в тандеме с благотворительным фондом «Голос за жизнь». Тандем на самом деле не уникальный. Если мы посмотрим на опыт, российский даже опыт, то фонд «Вера» работает по такому же принципу. В их составе большого общего благотворительного проекта «Вера» есть как благотворительный фонд, так и фонд целевого капитала. И, по большому счету, мы смотрим на зарубежный опыт, который говорит нам о том, что фонд целевого капитала позволяет благотворительному проекту долгосрочно планировать какие-то системные решения. Скажем так, этот проект, фонд целевого капитала, позволяет не думать о финансировании в будущем. То есть мы начинаем потихонечку с общим названием благотворительный проект «Канцерфонд», в составе которого и благотворительные проекты фонд целевого капитала. И это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее. Титульный проект «Канцерфан» называется «Школа практической онкологии». Первый набор в школу для врачей-онкологов начнется в сентябре 2019 года, но уже в январе стартует пилотный проект на базе Московской городской онкологической больницы номер 62 и клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова при Петербургском государственном университете.